31 марта на вооружение встал известный во всем мире танк ставший самой массовой машиной в истории танкостроения и без преувеличения лучшим средним танком второй мировой войны т-34 пожалуй формата книги будет мало для того чтобы описать сложную предвоенную и не менее сложную военную судьбу этого танка в некоторых странах примеру в йемене он стоит на вооружении и успешно ведет боевые действия и в наши дни но для нас судьба т-34 неразрывно связано с достижением победы в великой отечественной войне своим огнем и маневром танк вел за собой в атаку наших пехотинцев броней сдерживал удары растерявшихся асов из панцерваффи на полной скорости ходил в лихие атаки на полях под курском против тяжелых тигров и пантер а в конце войны наматывая на гусеницы сотни километров восточноевропейских дорог и расстреливая по пути из нового мощного орудия уже королевских тигров довез наших танкистов до площади и улиц берлина сегодня в день годовщины великой победы труженика боевых будней войны мы вспомним основные этапы развития и эволюции танка т-34 танка с большой буквы т концу тридцатых годов грядущий мировой конфликт обретал все более четкие очертания страны европы усиленно вооружались со времен неповоротливых стальных монстров первой мировой сменилось уже целое поколение бронемашины танков в прошлое постепенно уходили разработки начала тридцатых стране требовалась боевая бронированная машина уверенно действующие в прорыве и в обороне танки bt как оказалось этого дать уже не могли нужна была машина проходимая с противоснарядным бронированием надежно держащие удар новых и гораздо более могущественных противотанковых орудий чем немецкие 37 миллиметровые колотушки чего не давали не т-26 не т-28 не т-35 требовался современный средний танк превосходящий тяжелый гаве в подвижности но не уступающий им в огневой мощи и в бронезащите работы над новой машины начались в харьковском кб завода номер 183 под руководством легендарного отца танка и 34 михаила ильича кошкина уже опытный в ту пору конструктор доведший как у нас принято говорить до ума легкий bt-7 с энтузиазмом возглавил работы по новому танку в короткие сроки харьковчане предложили целых два варианта будущей машины с индексами от 20 32 20 оказался легче чем нужно и не имел потенциала к модернизации а вот 32 военным понравился первая ласточка такими словами у стен кремля встретил сталин новенькие производившие хорошие впечатления приземистые и крепко сбитые машины во время их показа высшему руководству ссср 17 марта 1940 года а уже 31 числа танк стал на производственные линии стране требовалось как можно больше первоклассных машин еще в январе 1940 года а 32 превратились в т-34 броня была увеличена до 45 миллиметров и имела рациональный угол наклона что повышало ее стойкость а 45 миллиметровое орудие сменила мощная 76 миллиметровая пушка l11 которую чуть позже заменили на f34 с лучшими характеристиками имелось у экипажей пара пулеметов дт новые танки нужно было показать военным в москве история перегона первых двух ласточек своим ходом из харькова в москву вне дорог общего пользования даже легла в основу художественного фильма который впрочем больше похож на вымысел водители испытатели носик и дюкалов сидевшие за рычагами двух машин все 750 километров пробега продемонстрировали и неплохую маневренность танка перед военным руководством также испытания танка шли в кубинки и даже на остатках противотанковых укреплений поверженной линии маннергейма лишь одно событие омрачило рождение легенды от пневмонии скончался кошкин когда уже простуженный сильно промок помогая вытаскивать застрявшие и 34 на переправе его дело развития новой боевой машины продолжил морозов соратник и ученик 22 июня 1941 года в танковых частях и соединениях рк имелось чуть больше тысячи новых машин в первых же приграничных боях новая машина отличилась она не только показала себя с лучшей стороны в бою но и вызвало уважение со стороны противника производство танков было начато лишь на двух заводах номер 183 в харькове город вскоре попал в руки противника и на эстезе завод был изрядно поврежден в ходе боев за сталинград понятно что ход войны быстро смещающиеся линия фронта и эвакуация промышленности стали теми факторами которые мешали быстро нарастить производство т-34 руководство страны понимая ценность новой машины разворачивает производство нового танка на заводах красная сормово горький ныне нижний новгород челябинском тракторном заводе урал маши свердловск ныне екатеринбург заводе номер 174 в омске и урал вагон заводе нижний тагил до 1943 года развития шло в рамках существующей модели упрощалась технология производства наращивалась производство в условиях эвакуации предприятий 12 тысяч пятьсот двадцать танков за 1942 год 15 тысяч шестьсот девяносто шесть машин за 1943 год и это уже превысило немецкое производство средних танков за годы войны было выпущено свыше пятидесяти трех тысяч экземпляров т-34 всех серий модификаций а выпуск свыше шести тысяч лицензионных послевоенных танков совокупности сделала тридцать четверку самым массовым танком и это первенство сохраняется вплоть до наших дней уже в первые месяцы войны немало наших танкистов отличились в боях именно на т-34 примеру герои советского союза дмитрий федорович лавриненко первая гвардейская танковая бригада 52 победы за 28 боев звание присвоено посмертно владимир александрович почковский 1 гвардейская танковая бригада 36 побед николай родионович андреев 6 гвардейская танковая бригада 27 побед один танк уничтожен таран в ходе войны конструкция т-34 постоянно модернизировалась и дополнялась новыми элементами основной задачей было удешевить стоимость и трудоемкость его производства вместе с тем старались увеличить его боеспособность на танке появляется командирская башенка сама конструкция башен претерпевала изменения от литой и сварной ранних типов до гайки были попытки установки мощнейшего на тот момент 57 миллиметрового противотанкового орудия упрощались катки и многое другое выпускались и самоходки на удачном шасси т-34 су-122 су-85 су-100 была огнеметная версия тридцать четверки и ремонтная эвакуационная машина с появлением у противника тяжелых танков превосходящих тридцать четверку прежде всего в дальности вступления в бой а значит в калибре орудия и толщине брони назрела необходимость коренной модернизации танка требовался боец чтобы он мог бороться на равных с пантерами и тиграми например под курском нашим танкистам часто приходилось долго сближаться с танками противника чтобы иметь возможность поразить их тонкие борта но уже весной 1944 года на фронтах появляется новый т-34 получивший индекс 85 по калибру новой пушки новая башня увеличенного объема и с усиленной броневой защитой конструктивно аналогично башня опытного танка т-43 повысилась и общая защищенность экипажа который тоже увеличен до 5 человек добавлен наводчик командир освободился от наведения орудия улучшены условия функционального взаимодействия членов экипажа показатели подвижности быстроходность маневренности проходимость танка т-34 85 следствие увеличения его боевой массы снизились незначительно основным преимуществом новой машины стало новое орудие шившие ухудшившуюся концу войны броню немецких тяжелых танков а маневренность позволяла экипажу т-34 85 уничтожить с тыла несколько королевских тигров пока те только пытались понять откуда велся огонь т-34 85 стал танком победы вынес на себе основную тяжесть боев и длинных маршей завершающего периода войны легендарной в то время стала надежность и ремонтопригодность машины часто чинили на коленке интенсивную службу т-34 85 нес аж до конца шестидесятых годов во всех мыслимых земных пределах и точках света его характерный силуэт сложно спутать с другой машиной но самое важное в биографии т-34 он стал символом великой победы как тогда в 1945 году парадный отряд этих танков каждый год проезжает 9 мая по красной площади а по всему боевому пути красные армии в местах самых тяжелых боев на постаментах всегда будет гордо рваться вперед наш т-34 если вам понравилось видео поставьте лайк и поддержите канал подпиской для меня это очень важно а в дальнейшем вас ждет много интересного встретимся в следующем видео